Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думал, что это будет происходить очень-очень-очень и быстро Здесь две очереди Я прошел границу с Лоосом и теперь у меня есть такая маска какой-то китаец, нелюбезно я подарил Видимо, лидер КНД приезжает Там целый огромный плакат Подготовили целую платформу, чтобы встретить чувака Ну и интересный, интересный опыт на самом деле Не жалею пока, что потратил столько времени Граница только будет в 4 утра, время только 2 Я могу идти спать наконец Вот моя ПП И я пошел спать Так Окей, момент На часах 4.55 Я прошел китайскую границу И момент Я прошел китайскую границу А чем символизируют вот эти вот надписи, которые уже на китайском Короче, прошел китайскую границу Здесь все намного строже И не так, как Лооси Здесь прям Прям жесть Вот Что касается коронавируса Когда мы заходили У всех мерили температуру Все выполняли мини-анкету Имеем ли мы какие-либо симптомы Кашель Что там еще? Кашель Недомогание Рвота Температура Ну и все в этом роде Вот И прям люди стоят в масках И очень ребята серьезно относятся к коронавирусу Вот А я Иду дальше спать До 10 часов утра Все, я в Китае Я приеду, получается На станцию Я не знаю, может мне придется сменить вокзал Но Я почти готов Ого Вот так вот выглядит Моя кровать И кроме своих Чуваков После Границы Так, я в Найнине Мне нужно Гонджоу Доехал хорошо В принципе комфортно Можно было бы, конечно, подешевле За это все взять Ну ладно Тоже неплохо Со мной в Коизе Ихнула женщина Которая так кашляла Что я думал, что у нее коронавирус Очень сильно кашляла И отхаркивала в баночку Это, конечно, во время коронавируса Не очень Так я на очередном вокзале Вот выход из вокзала И человек Проверяет Температуру Все очень строго Все, абсолютно Все люди в масках Все люди в масках Как будто Реально настоящая эпидемия Не спросите меня Почему я сейчас В данный момент Нахожусь в Китае Здесь же так опасно Коронавирус Я бы остался подольше В Вьетнаме Но в связи с тем Что я плохо подготовился Я считаю Во-первых Во-вторых Мне тупо не повезло Из-за того Что были праздники И ничего не работало Я не смог бы купить себе Ни бейк И не продлить визу Потом я очень сильно Разленился Ну и вот Как-то так Все стало Теперь я вернулся Прошла эта информация По коронавирусу А у меня в Китае Деньги, документы И вот У меня стоял вопрос Переждать Всю эту штуку С вирусами Где-нибудь там Подальше в Азии Юго-Восточной Либо вернуться в Китай Я подумал А вернусь-ка я в Китай Потому что Может закрыть границу Может быть Все, что угодно Да, это другой вокзал Абсолютно не тот вокзал На котором я был Первый раз Когда был в городе Нарине Здесь вот такие Табло С этими непонятными Стрелочками Типа Поезда Д гоняют Это значит, что Скоро с ними Поезда здесь тоже ходят Возможно, мне не придется Делать пересадку И идти на другой Белезнодорожный вокзал Возможно, я уеду Прямо отсюда Было бы классно Все, иду за билетом Я купил себе билет Вот он Так выглядит билет Здесь дата 20.02.01 Время 11.05 Это получается через Час примерно У меня поезд Я не знаю, че Цена Это, видимо, мой паспорт Мое имя Мой QR-код Здесь что-то написано Это номер моего поезда Здесь тоже что-то написано Вот такой билет Еще я себе купил Кока-колы Булочку И Лапшу Быстрого приготовления Приятного мне аппетита Я жду себе поезд Я решил спуститься В торговый центр Посмотреть, что тут Чтобы скрытать время И что я увидел Обратите внимание Абсолютно никого Палатки закрыты Я не знаю, с чем это связано С вирусом ли Или с праздником Или еще с чем-то Но вообще никого нет Это не характерно для Китая Капец Китай просто вымер Китая нет Вообще никого нет Обалдеть Обалдеть Пипец Они там втроем стоят Чувака меряют У меня такая Произошла небольшая Заминочка У меня часы Переведены на вьетнамское время А тут оказывается Час разницы Блин, я забыл совсем про это Пошел гулять Вернулся И меня не пропустили на проходной Потому что у меня Нашли нож Это обычно складной нож Для путешествий Но так или иначе Они сказали по правилам Нельзя проводить Так как он очень дорогой Я их начал просить Что-нибудь думать Что-нибудь приделать Что-нибудь Придумать Чтобы они Послали мне его в Гуанчжоу Пришло все начальство Посмотрели мой билет Сказали Ты опоздал на час Поменяли мне его Бесплатно Очень долго думали Что делать С моим ножом И в итоге Они его Упаковали В полиэтилен По-моему В бумагу Ну в бумагу Не знаю Сейчас мой нож У какого-то главного Чувака Скорее всего Начальника вокзала Он сказал Приди в час И типа там Мы что-нибудь Придумаем Мы с ножом Я стою уже на платформе Там люди Там тоже очень много людей Ждут поезд Скоростной поезд Вот он кстати уже едет Все Я в поезде Какая-то женщина Прямо перед посадкой Подошла И дала мне маску У меня есть опять маска Здорово Ту маску Не помню Куда дел Все Я в поезде Через пару часов Буду дома Надеюсь Так я еду Со скоростью 240 км в час Вот там Я надеюсь Будет видно А за окном Другие холмы Горь Я в Гуанчжоу Мне отдали мой нож Вот так его забаковали Так Нож я дали Маска есть Все Я в Гуанчжоу Еду домой Наконец-то Наконец-то я дома Я в самом центре Гуанчжоу В той точке Откуда я начал Своё путешествие И тут вообще никого нет Метро просто пустое Пустое Это очень непривычно Видеть такое пустое метро В самом центре Гуанчжоу Вообще никогда я не видел Такого пустого метро Вообще никого нет Вон два чувака И все Ни больше никого Вот такой вот он Это коронавирус Тоже практически никого нет Дороги пустые Но зато Как аккуратненько Выстроили все велосипеды Очень аккуратно выстроили все велосипеды И очень аккуратно Все, порядок Довели И никого нет практически Наконец-то я дома Дом, милый дом Блин, холодно Дай-ка на закате Дай-ка на закате Дай-ка на закате Дай-ка на закате